Корейская кухня Кухня обладает многовековыми традициями. Она вкусная, разнообразная и самобытная. Благодаря использованию свежих овощей и различной зелени, корейская кухня входит в число самых полезных кухонь мира. Особенность корейской кухни – острота блюд, которая обусловлена использованием большого количества разнообразных специй. Здравствуйте! В эфире телеканала «Магия кухни» шоу «Лучшие традиции с Кэмми». Мы вновь делимся с вами рецептами счастья, а наши гости рассказывают о своих традиционных и любимых в их семьях блюдах. Меня зовут Алена Петрова. Пора начинать! Деляясь рецептами счастья и любимых семейных блюд, мы выбираем продукцию наших друзей. Генерального спонсора программы «Лучшие традиции» торговую марку «Кэмми». Кэмми – ведущий производитель и поставщик продукции премиум-класса. Бешпармачной, лагманной, суповой лапши, мампара, макаронных изделий особого формата, а также не имеющих аналогов в СНГ клёцок, лазанок, эксклюзивной лапши и лапши восточной серии. Кэмми любима всеми! Сегодня мы готовим с перчинкой и корейским акцентом. А помогут нам в этом Елена Югай и её замечательная малышка-дочь. Милана! Милана, привет! Здравствуйте! Скажи, волнуешься? Да. Первый раз в телевизоре, так скажем. Я очень счастлива, что сегодня с нами такая маленькая девочка, как ты, и что твоя мама с таких ранних лет приучила тебя к кулинарии. Вот моя дочка умеет только фруктовый салат нарезать пока что. Ты сегодня нам покажешь класс? Замечательно! Елена, Милана, скажите, что мы будем сегодня готовить? Со своей стороны хочу признаться, что я обожаю корейскую кухню. Сегодня мы будем готовить фигурную лапшу под пряным корейским соусом. А также будем делать чимчи. Чимчи вообще моё любимое блюдо. Я ем чимчи с пловом, как бы это странно ни звучало, со всем, чем можно. И это будет замечательно, если я наконец-таки научусь готовить сама. Это вообще сложно? Это очень легко. Рочно? Но как она получается такая сочная, хрустящая, как будто она мариновалась, я не знаю, месяцами. Сегодня я вам покажу. Отлично. Елена, давайте перечислим, что нам для этого нужно. Для этого нам понадобится лапша Кэмми. Очень красивая, необычная. Милана, ты обратила внимание? Да. Как раз для детишек. Я первый раз вижу такую. Я думаю, все детки будут рады попробовать её. Так, нам понадобится куриное филе, картофель, морковь, лук, сладкий перец. Какие специи мы берём? Это у нас идёт куриная специальная, южнокорейская, растительное масло, соль, чёрный перец. Красный перец? Красный перец. Сахар, я вижу, да, тоже? Нет, сахар это мы берём для салата. То, что нам потребуется для салата, салата из редьки, то есть редьки, чимчи из редьки, нам понадобится сама редька, кинза, чеснок, уксус, сахар, соль, красный перец и немного воды. Все ингредиенты очень знакомы. Единственное, хотела бы для наших телезрителей уточнить, что за соус корейский, где мы можем его раздобыть в обычной жизни? В магазинах корейских? Да, это идёт обычный куриный соус, вернее, соус для курицы. Вы сказали, что он корейский, южнокорейский. Южнокорейский, да. То есть если человек приходит в любой магазин корейский, он может сказать, дайте мне, пожалуйста, куриный соус. Куриный соус. Да, соус для курицы. А из чего он состоит? Можно ли его сделать дома? Здесь идёт... Вообще, знаете, в домашних условиях, думаю, что это сложно сделать. Потому что здесь идёт специальный состав. То есть все специи, как бы, собраны в одно. Ясно. Елена, вообще, когда я вижу детей рядом с ними ножей, я начинаю немножко нервничать. Но Милана же с нами сегодня не просто так. Поэтому вы сейчас нам распределите обязанности, чем буду заниматься я, чем будет заниматься Милана. И потом обязательно расскажете, с какого возраста она начала готовить, интересоваться кулинарией и вам помогать. На самом деле у меня дочь уже держит нож с пяти лет, поэтому я ей доверяю. Бояться не стоит, да? Да, бояться не стоит. Давайте для начала мы включим газ. Давайте. Как скипит вода. Там мы будем отваривать нашу лапшу. Да, мы будем отваривать лапшу. Значит, для начала что мы делаем? Мы берём куриную грудку. Мясо, наверное, мы доверим вам. Хорошо. Мы будем нарезать кубиками. Так, Милана у нас будет нарезать картофель. Вы у нас будете нарезать перчики. Перчики. Полностью и красный, и жёлтый. Да, мы берём половину перчика красного, половину перчика жёлтого. Нарезаем всё кубиками. Всё кубиками, понятно. Самое основное, что в блюде надо, чтобы всё выглядело красиво, и мы будем нарезать примерно одинаково. Поэтому мы будем чувствовать друг друга. Так, Милан. Милана кубиками, я кубиками, и вы курицу кубиками. Да, да, да. Режем всё кубиками, Милан. Смотри. Милан, расскажи мне, пожалуйста, красотка моя, когда ты начала подходить на кухню к маме и просить её, мама, дай я с тобой слеплю перемешек, фигоди, что-нибудь сделаю, помешаю. С пяти лет. С пяти лет. А мама тебя отгоняла от стола, знаешь, как маленьких детишек, чтобы под ногами не болтались, или с охотой тебе помогала, объясняла всё? Она мне помогала. Помогала? Помогала. А какое твоё самое-самое первое блюдо? Салат. Салат? Фруктовый, наверное. Нет. Нет? Это какой? Расскажи, чего он состоял. Овощной. Он состоял из помидора, огурцы, лук. Кинза. Кинза. Кинза – это самая любимая трава у корейцев. Самая любимая зелень. Без кинзы не обойтись нигде. Милан, скажи, какое блюдо в твоём исполнении больше всего любит твой папа? Что любит он? Не знаю. Что он просит именно тебя приготовить? Не маму, а тебя? Ну, вспоминай. Как у вас проходят выходные? Вот вы проснулись, не нужно никуда спешить. Родителям на работу, тебе в школу. Что вы обычно готовите? Фукси. Фукси с утра? Окей, мы молодцы. Так, ещё. Утром что ещё готовим? Вот, если мы на выходных. Да, яичницу. 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 Так. И ты стоишь прямо возле сковороды, разбиваешь яички, размешиваешь. Сама жарит. Молодец, молодец. У нас одна из гостей рассказала, что в 13 лет уже смогла испечь куличи, представляете, покрасить яйца. То есть у тебя ещё, Милан, всё впереди. Я вижу, как ты умело с ножом обращаешься. Милана у нас уже печёт, кексы пекла. А, то есть есть такое. Да, да. Елена, когда вы впервые увидели в дочери желание готовить? Я увидела это в 5 лет. То есть она уже начала подходить, брать нож, резать. Конечно, я её отталкивала, но посчитала нужно. А всё-таки все родители так делают, да? Да, да. Ну, потому что я боялась. Были моменты, когда она резалась. Резалась, конечно, да. То есть, ну, она молча. Без этого никак. Да, без этого никак. Ну, она, знаете, даже если она резалась, она даже не показывала виду. То есть когда она уже нарежет, она мне начинала говорить об этом. Вот. И поэтому сейчас полное доверие идёт. Свободно она может резать. Ну, я знаю, у меня много подруг, у которых дочки у меня, у самой дочка в 9 лет не у всех такое рвение готовки. Так что я надеюсь, что Милана пойдёт по вашим стопам и станет настоящим фудблогером. Спасибо. С знаменитым вариком в кулинарии. Да. Мы такие. Елена, а как вы начиняли? Откуда такая страсть кулинарии? Я, на самом деле, тоже начала готовить очень рано. В 10 лет у меня было первое моё произведение. Это было бисквит. Был бисквит. То есть в 10 лет я спекла на чаепитие в школу бисквит. То есть захотелось сразу печь? Да, я спекла. Обычно начинаешь с чего-то попроще? Нет, я начала сразу печь. Мне это очень сильно нравилось в данное время. Я веду свою кулинарную страничку, провожу мастер-классы по корейской кухне. Мне это очень нравится, это моё хобби. Очень многие люди, они хотят научиться, как готовить корейскую кухню, поэтому... Неудивительно, потому что она очень вкусная, свежая и вот не тяжёлая. Да, на самом деле. Видимо, там того, что много специй, овощей. Я обожаю ходить в корейские рестораны. Там в основном, конечно, представлена южно-корейская кухня, но вот сколько не съешь, всё равно хорошо. Она очень вкусная, низкокалорийная. Да, согласна. Острая, но сладкая. Вода уже закипела. Елена, сегодня мы будем использовать фигурную лапшу. Фигурная лапша – это яичная лапша, изготовленная с применением технологии домашней раскатки и технологии рифления, нарезанная в виде геометрических фигур. Лапша фигурная и яичная проходит многократную раскатку с последующим рифлением, что придаёт ей неповторимый вкус и необычную форму. Полученный продукт включает в себя несомненные качества домашней лапши, дополненные удобством повседневного применения для гарниров и супов, а также в качестве отдельного блюда под различными соусами. Сегодня мы используем лапшу фигурную яичную «Гребешок». Итак, Елена, уже можно отправлять в кипящую воду нашу лапшу. Да, мы начинаем варить. Так, подсолим немножко её? Нет, не обязательно солить, потому что у нас соль будет присутствовать в нашем гарнире. В самом гарнире, да? Да. Включили? Так. Мы используем весь пакетик. Да, мы используем весь пакетик. Не терпится узнать, как она будет выглядеть в отваренном виде, потому что очень интересно. Что будет очень интересно. Дизайн, я бы так сказала. Красиво. Да. Вы, когда отвариваете лапшу, вообще мучные изделия, вы добавляете масло? Нет, не добавляем масло. Вот и правильно. И сегодня мы не будем этого делать, потому что лапша Кэми никогда не слипается. Очень быстро отваривается. Мы переходим готовить гарнир. Наша сковородка разогрелась. Заливаем растительное масло. И сначала у нас, конечно же, курочка, да? Да, мы начинаем обжаривать нашу курочку. Нарезали нашу курочку. А потом, по традиции, лук. Потом идет у нас лук. Нарезаем лук так же квадратиками. Все у нас идет. Давайте я немного обжарим, наверное. Давайте кубиками будем обжаривать лук. Убавим немного газ. Ирина, скажите, ваш муж, наверное, просто счастлив. Жена прекрасно готовит. Дочка учится. Он у нас иногда закормленный и счастливый мужчина, я бы сказала. А как часто вы радуете друзей, гостей? Мы очень часто приглашаем домой гостей и родных. У нас тоже есть свои традиции. Какие? Перечислить, пожалуйста. Мы немного посолим. Есть семейные традиции кулинарные. Каждую субботу или воскресенье мы приглашаем наших родных и близких вместе вкушать что-нибудь вкусненькое. Например, кукси. Или делаем пигоди. А Милана уже сказала, что прямо с утра у нас кукси готовятся. Бывает. Елена, относительно вашего блога хотела узнать, в основном приходят корейцы или все национальности? Потому что все любят корейскую кухню, не секрет. Вообще в основном приходят, наоборот, не корейцы. Поэтому очень интересно, что корейскую кухню на самом деле любят все, особенно молодое поколение. Наверное. А знаете почему? Из-за корейских сериалов. Морковь также мы нарезаем все кубиками. Сейчас уже курочка у нас уже дошла до готовности, поэтому мы будем... Можно лук отправлять, да? Отправляем лук, перемешиваем все. Следом, как готов будет лук, мы будем добавлять морковь. Так, потом морковь. Так, Елена, ваша версия, что к вам в основном приходят не корейцы на мастер-классе, состоит в том, что сейчас очень популярны корейские сериалы, корейские группы музыкальные. А у меня другая версия, сейчас очень в моде здоровый образ жизни, правильное питание, и корейская кухня как никакая другая под это подходит, потому что много овощей, все свежее, много специй, которые улучшают метаболизм. В общем, они плюсы, еще и не калорийная, к тому же, да. Очень много овощей, трав. Так, мы будем закидывать нашу морковь. Так, лапшу, наверное, уже можно выключать, как думаете? Я думаю, что уже готово все. Елена, мы скидываем нашу лапшу. Вы знаете, в одной из программ меня научили такой хитрости, что готовую лапшу нужно обдавать холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал. Да, вообще нужно лапшу промывать. Ну, я думаю, что с макаронами кеми нет необходимости, да, то есть здесь абсолютно все. Смотрите, какие они красивые. Еще свернулись трубочки. Милана, посмотри, какая прелесть. Красивая лапша. Это вот для детей, по-моему, особое удовольствие, когда еда необычная. Классно выглядит. Дорогие телезрители, обратите внимание, что она абсолютно не слиплась, хотя мы совершенно в воду не добавляли масла, она рассыпчатая. И очень красивая. И вообще, мне очень нравится лапша кеми. У меня у самой дома шкафы забиты. Этой продукцией, Елена. Скажу вам по секрету, что вас сегодня ждет подарок. Спасибо большое, очень рады. Мы теперь будем знать, что у кеми такое есть разнообразие. На самом деле, различные виды, о которых даже все не подозревают, но благодаря нашей программе узнает весь Казахстан. Смотрите, морковь у нас уже подошла, поэтому мы будем картошку переходить к картофелю. Перемешиваем. И больше всего мне интересно, как мы доведем эту подливу, этот соус до состояния корейского именно. Секрет. Чтобы пахло корейскими специями. Вот именно секрет. А секрет придется раскрыть, Елена. На самом деле здесь секрета нет. Все дело вот в нашем таком вкусном соусе. А болгарский перец? Болгарским перец мы будем добавлять в конце. Мы добавляем воду, чтобы у нас подлив был немного с бульончиком. Добавляем воду и тушим. Да, тушим и доводим до готовности. Сколько минут примерно? Минут 10. Ну а мы приступаем ко второму блюду. И одно из основных блюд корейской кухни – это чимчи. Традиционно чимчи готовят из пекинской капусты бэчу. Но существует и много других вариаций приготовления этого блюда. Сегодня мы приготовим чимчи из редьки по-корейски. По домашнему рецепту. Скажите, этот рецепт ваш персональный? Вы его придумали или это какой-то старый рецепт, который достался вам от бабушки, может быть, от мамы? Вообще этот рецепт идет от моей свекрови. Я первый раз это делала, когда я вышла замуж, потому что когда я жила со своей семьей, мы такой чимчи не делали. Мы делали немного по-другому. Поэтому это идет рецепт от нашей бабушки. То есть несмотря на то, что народ один, в каждой семье свои вариации приготовления есть. Это прекрасно, это намного интереснее. Что мы будем с Миланой делать, как вам будет помогать? Сегодня мы будем делать чимчи из редьки. Вообще это чимчи делается, когда наступает весна или лето. То есть вот у нас наступила весна, поэтому в нашей семье мы начинаем делать вот такой чимчи. То есть для этого нам понадобится редька. Мы будем нарезать вот такими кубиками. Вот смотрите, режем пополам. Нарезаем. Дочь, смотри. Так, нарезаем. И вот таким вот образом нужно будет нам нарезать тоненько. Тоненькие идут квадратики. То есть для чего? Для того, чтобы редька наша успела усолиться. Усолиться. Да. То есть мы сейчас нарежем. Надо очень режь. Вот потихонечку тоненько. То есть приблизительно у нас 3 миллиметра где-то, наверное, размером. Сейчас мы нарежем. Потом мы посолим. Вообще редьку желательно, конечно, промывать. Еще можно применить белую редьку дайкон. Точно такой же рецепт идет. Единственное, что редьку дайкон можно просто нашинковать, вот как корейскую морковь шинкует на обычной шинковке. Да, на корейской терке. Смотрите, так нормально? Да, вот у вас прям по-корейски получилось. Мы сейчас все. Я очень рада. Это мы обильно должны как-то посолить, чтобы редька воду пустила? Воду пустит. Приблизительно нужно подержать редьку в соли где-то полчаса, наверное. Потом нужно промыть. Расскажите, какие еще интересные блюда передала вам свекровь? Вообще, может быть, поменялось отношение к кулинарии? Да, на самом деле это так. После замужества. Да, это так. Потому что даже готовят кукси совсем по-другому. То есть мне казалось, что в нашей семье мы готовили всегда вкусно. Вкусно было, но когда я вышла замуж, мне показалось, что у свекрови еще вкуснее. А в чем отличие? Там добавляют больше специй, другая последовательность. Вообще очень интересно. Очень интересная. Я думаю, что даже не секрет, а, наверное, самые основные специи в корейской кухне это красный перец, уксус и сахар. На самом деле сахара много ложится. Мы будем сегодня сахар вложить как раз в это чимчи. Так, мы редьку нарезали. Так. Теперь нам нужно будет все посолить. Так. Мы посолим. Выжидаем именно полчаса. Что если меньше, если нет много времени? Как это повлияет? Вообще, знаете, почему мы солим? Она будет недостаточно хрустящая? Чтобы ушла горечь все-таки. Вот именно вот эту редьку зеленую нужно нам держать полчаса, где-то минимум. А если мы делаем обычную, применяем обычную редьку, дайкон, например, белую, там, в принципе, можно и не выжидать. То есть что мы делаем? Мы перемешиваем все. Мы посолили. Вот. И будем ждать полчаса. Как-то ее нужно накрывать или не обязательно? Нет, не обязательно, не обязательно накрывать. Мы, то есть, утрамбовываем. Так. Вот. Утрамбовали. Потом нам нужно будет обязательно промыть холодной водой. Ага. То есть вымыть всю соль. Да, вымыть всю соль. И когда мы будем готовить чимчи, мы будем добавлять туда водичку. То есть водичка будет такая кисло-сладкая, вкусная. И когда вы будете кушать, вы прям можете ложкой прям черпать этот соус. Вы так вкусно рассказываете, скорее бы уже прошло эти полчаса. Ну, а мы пока завершаем наше первое блюдо. Да, мы завершаем наше первое блюдо. Давайте мы будем добавлять наш красный перчик сладкий. Сразу мы будем добавлять наш соус. Наш соус куриный. То есть здесь зависит от ваших вкусов. Если вы любите острое, то вы будете добавлять немного побольше. На самом деле этот соус, он идёт сладко-горький на вкус. Мы будем добавлять столовую ложку. Всего лишь столовую ложку. То есть у нас был обычный такой соус, ничем не примечательный. И от всего лишь одной столовой ложки он у нас будет корейский. Да. Если вы любите острое, можно попробовать, чтобы знать, каков этот соус, покупать домой тоже. Традиционный корейский соус для курицы. Именно для курицы. Для курицы, да. Можно этот соус добавлять, когда вы просто тушите. Курицу. Островатый. Островатый? Не добавлять больше? Вы у нас главное на кухне. Решать вам. Думаю, что достаточно будет одной столовой ложки. Так, если бы я готовила дома, я бы добавила две столовые ложки. Ну а как, кстати, Милана к остроте относится? Она уже приучена? Милана у нас любит остренькое. Уже любит остренькое. Смотрите, вода немного испарилась. Я думаю, что можно будет добавить еще немного воды. Мы добавим немного воды. То есть, опять-таки, здесь мы будем смотреть. Если ваша семья любит немного с бульончиком, значит, вы будете побольше воды добавлять. Если все-таки любите, чтобы это было как второе, то есть немного такое было сухое, тогда вы будете меньше добавлять водички. И после того, как мы добавили наш соус и болгарский перец, мы ждем еще минут 10? Минут 5. Минут 5 всего. И потом уже можно будет добавлять нашу лапшу, Кэмми. Да, будем добавлять лапшу. Елена, мы добавляем чеснок в чимчи. И лежит у нас кинза. Как вы сказали, национальная корейская зелень, с которой никак не обойтись. Мы будем добавлять кинзу. То есть, любой чимчи, любой салат без кинзы не обойдется. Поэтому мы нарезаем кинзу. Милан, нарезай кинзу. А мы будем с вами нарезать наш чеснок. Мелко-мелко. Мелко-мелко. Да. Нарезаем чеснок. Елена, скажите, глядя, как ловко управляется Милана, какие рецепты вы хотели бы наверняка увидеть в будущем в рецептурной книге? Приехали вы к ней в гости. Она уже взрослая, уже замужем. Чем будет радовать маму с папой? Кукси. Я про кукси слышу уже несколько раз. А еще? Конечно, очень много блюд корейских. Но, думаю, самое основное, вернее, самое основное, наверное, блюдо в корейской семье, это все-таки идет даже не блюдо, наверное, а как специя. Это наш любимый тяй. То есть, это действительно, эти рецепты идут из поколения в поколение. Я, к сожалению, не умею, но учусь у своей свекрови, потому что они все делают соевую пасту, тяй. Поэтому это все-таки семейные такие вот традиции и обязанность, наверное, нашего взрослого поколения. То есть, это считается таким очень уникальным навыком уметь готовить тяй? Очень, да, это уникальное. Пока маринуется наша редька. Елена, уже прошло. Уже прошло, да. Мы порезали чеснок, порезали кинзу. Теперь мы будем уже заправлять нашу лапшу. Да, нашу лапшу. У нас все готово. Вот, все перемешаем. Мы как-то будем сверху зеленью украшать? Я думаю, что вообще не кинзы, можно укропчиком даже. Мы будем добавлять нашу лапшу. Все перемешиваем. Мы добавим немного черного перчика. Выглядит на самом деле очень вкусно. Милана, меня твое мнение интересует. Как тебе эти ромбики замечательные? Смотри, как красиво. Да? Лапша готова. Наша редька мариновалась полчаса. Мы промыли ее холодной водой для того, чтобы удалить соль и горечь. И сейчас будем ее мариновать. А для этого? Для этого мы используем чеснок. Чеснок, кинзу. И добавляем водичку. То есть мы промыли все. Добавляем сюда воды. Будем добавлять чеснок. Так. Добавляем чеснок. Так. Добавляем кинзу. И основные специи. Это у нас идет соль, уксус, сахар. Да. Добавляем весь чеснок. Так, уксус сколько? Уксус мы добавляем приблизительно пол чайной ложки. Добавляем перчик. Перчик тоже добавляем. Можно добавить и пол чайной ложки, а можно добавить и чайную ложку. Опять-таки по вкусу. По вкусу, кто любит погорячее. Да, тот погорячее. Сахар идет побольше. То есть здесь мы сахара ложим столовую ложку. Елен, вот этим вы меня удивили, что в корейской кухне, оказывается, используется много сахара. А для чего это делается? Вы знаете, вот вкус совсем другой. Он получается кисло-сладкий. Понятно. Необычный, да. Вот. Мы все перемешиваем. Сегодня так много говорили о различных блюдах, о том, какую вы хотите видеть свою дочь у плиты. А какие ценности вы передаете ей семейные? Знаете, у нас очень много, очень много семейных ценностей. То есть если мы будем смотреть на нашу семью, самое главное, это идет у нас уважение. Уважение и почитание взрослых. То есть если мы даже садимся ужинать, первые у нас садятся всегда дедушка и папа. Пока они не сели за стол, мы не садимся, и детям не разрешаем садиться. А еще есть такая ценность именно в рисе. То есть если мы готовим паби, когда мы набираем, вернее, когда мы садимся за ужин, рис, он подается отдельно мужчинам. Такие ценности. А почему именно мужчинам и именно отдельно? То есть это как-то исторически? Как почитание, как уважение. Да, уважение. Можно попробовать наши чимчи. Вкус, он должен быть таким кисло-сладким. Так, можно. Если. Ну как, отлично получилось? Да. Лапша под пряным соусом. Лапшу фигурную от Кэми отварить в течение 10 минут. Куриную грудку, морковь, картофель, болгарский перец и лук нарезать кубиками. Обжарить мясо на растительном масле. Посолить, добавить лук, перемешать. Затем закинуть морковь и картофель. Добавить воду и тушить до готовности 10 минут. Далее в сковородку отправить болгарский перец и корейский перцовый соус для курицы. Еще раз добавить воды и тушить 5 минут. Отваренную лапшу фигурную от Кэми перемешать с овощами. Блюдо готово. Уважаемые телезрители, мы сегодня совершили небольшой кулинарный экскурс в Азию и приготовили легкие и простые блюда корейской кухни. Лапша под пряным соусом и чимчи из редьки. Пришло время подводить итоги, а это значит дегустация. Самый любимый мой момент. Милана. Ура! Давай, ура! Не зря старались. Очень вкусно. Очень вкусно лапшам. И красиво. Ты так важно, когда принимаешь гостей? Тим-ти. Обязательно. Очень вкусно. Сладко-кисло. Как вам, Ален? Постарались мы сегодня на славу. И за все ваши старания мне хотелось бы вручить эту замечательную корзину с подарками от нашего генерального спонсора торговой марки Кэми. Милана, это тебе? Спасибо большое. Пользуйся на здоровье, расти большой, красивой и такой же искусницей, как твоя мама. Спасибо большое. Психологи из Чикагского университета выяснили, что совместное употребление еды увеличивает степень доверия между людьми. Именно за общей трапезой мы можем скрепить семейные узы. Открывайте для себя радость общения за одним столом и смотрите шоу «Лучшие традиции с Кэми». С вами была я, Алена Петрова, и мои замечательные гости. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!